Будем обсуждать эту тему с нашим гостем Сергеем Грабский, военный эксперт, уже с нами на связи. Сергей, здравствуйте. Доброе утро, студия. Сейчас, говоря о тех открытиях, которые мы видим, ну, видели тогда в Буче, когда освобождалась Киевская область, сейчас видим при контрнаступлении, когда освободился Изюм, вот то количество могил, захоронений, которые мы увидели. Как вы считаете, при дальнейшем освобождении остальной части оккупированной, временно оккупированной территории Украины, чего же нам ждать? Такие же будут ужасные открытия. Вы знаете, я еще после того, как освободили Бучу, сказал, то, что мы увидели там, это только цветочки, и в каждом освободненном селе и городе мы будем видеть картины куда более ужасные. Я даже с ужасом думаю, что мы увидим, когда мы зайдем в Мариуполь, какие последствия будут там, если так говорить. Просто Мариуполь такое медийное место, о котором все знают. А так, да, все наши оккупированные города и села, они превращены сейчас фактически в застенки, в которых уничтожаются украинцы. Любой город и село. Потому что геноцид, это уже стало понятием, которое применяется к тому, что сейчас происходит на территориях, на которых пока находятся оккупанты. И поэтому мы должны быть готовы собрать всю свою силу Оли в кулак для того, чтобы выдержать то, что мы увидим на освобожденных территориях. Несмотря на то, что вооруженные силы Украины отбросили российские войска далеко от Харькова, почти со всей территории Харьковской области, это не защитило Харьков, главный город этой области. Туда летят С-300, напомню, земля-воздух непосредственно изначально, а теперь земля-земля. Так работают эти ракеты сейчас. Что может, по вашему мнению, защитить Харьков? Понятное дело, ПВО. Это, наверное, самое банальное, что можно сказать. Но отброс фронта на десятки, сотни километров, возможно. Насколько этот вариант поможет защитить Харьков? А в будущем и другие города, которые будут освобождены, большие города, я говорю и о Херсоне, и о Луганске, кстати, и о Донецке, защищены от ударов со стороны Российской Федерации. Да, именно вот этот комплекс, он и является тем необходимым условием, который позволит нам, ну, если не ликвидировать, то минимизировать угрозу нанесения таких ударов. Ну, и нужно понимать, что, знаете, госграница, она не является той панацеей. Отбрасывание противника за эту границу не приведет к тому, что противник перестанет нас обстреливать. То есть обстрелы будут продолжаться и с сопредельной территорией. Поэтому мы должны понимать, что, и это понимают, кстати, и все наши союзники, что нанесение ударов по военной инфраструктуре, которая не располагается на территории Украины, именно для защиты нашего гражданского населения, является абсолютно законными действиями, не является нарушением международного военного права. Поэтому противник должен понимать, что объективно граница, граница, в общем-то, это условная линия на земле. А нанесение ударов по объектам, которые представляют интересы, которые способны ликвидировать, и уничтожение которых способно ликвидировать угрозу нанесения, угрозу жизни и здоровью наших граждан, нашей инфраструктурой является абсолютно законными целями. То есть разведка таких целей и нанесение по ним точечных ударов новейшими средствами вооружения, тоже могут минимизировать вероятность угрозы жизни и здоровью наших граждан. Вы говорите об ударах условного Хаймарса по условным базам российской армии в Белгороде, правильно я понимаю? Ну, не только в Белгороде, там, где они будут обнаружены, если с этих баз, с этих позиций, даже не базы, позиции, с этих позиций будут наноситься удары. И здесь можно сказать, что поступление, наши союзники об этом говорят открыто, и подтверждением моих слов является передача высокоточных боеприпасов типа «Эскалибур», то есть это боеприпасы артиллерийские калибра 155 мм, которые могут наносить удары на расстояние до 60 км, и они предназначены как раз именно для высокоточного уничтожения отдельных объектов, ну, например, тех же танков или тех же пусковых установок системы С-300, с которых ведется огонь. И для нас неважно, где они находятся. Враг должен быть уничтожен, жизнь и здоровье наших сограждан должны быть защищены. Два аспекта. Первый аспект. И в случае, если вооруженные силы Украины будут наносить удары только по военным объектам, добавлю, украинская армия, это не российская, по инфраструктуре гражданской удары наноситься не будут в случае, этот процесс будет менять вообще саму парадигму, вот так называемое СВО, потому что война, по сути дела, перейдет на территорию Российской Федерации. Первое спецназание. Да, да, Сергей. Да, вы знаете, в общем-то она уже изменилась, потому что я могу привести пример Крыма. Для нас Крым является, безусловно, украинской территорией. Так и для всего мира, давайте так скажем. Так и для всего мира, в общем-то. А для противника он является территорией России. Мы уже наносили удары по Крыму, что является объективной реальностью. И что? И ничего, противник это, простите, проглотил. И такая же ситуация будет наблюдаться и на других направлениях. Потому что одно дело угрожать, а другое дело что-то делать. Поэтому здесь парадигма не сменится. То есть они все равно будут с упорством маньяков утверждать, что они проводят специальную военную операцию, и что они борются не с Украиной, а с НАТО и коллективным Западом. Второй аспект. Российская армия наносит удары по инфраструктурным объектам украинским, в том числе с Акватории Каспия. Если условно вооруженные силы Украины совместно с союзниками придут к тому, что демилитаризация Белгородской области, уничтожение военной инфраструктуры Российской Федерации в этой области это один из выходов, то что делать тогда с Каспием? Ну получается, слушайте, там Ту-160М2 находится, модифицированный самолет. Если мне не изменяет память, ему несколько лет буквально этой модификации. Может нести ядерный заряд, в том числе. Сейчас обстреливают территорию Украины. И с начала полномасштабной войны также был задействован российская авиация как ударная сила по территории Украины. Что делать с этими условными Ту-160, которые бьют по территории Украины, извините меня, не цветами? Ну, вы знаете, к сожалению, у нас даже в ближайшей перспективе, как бы нам этого не хотелось, средств поражения таких объектов на такое расстояние не будет. То есть мы можем говорить более-менее объективно и реально о ситуации, когда мы, имея достаточно средств поражения, сможем обеспечить так называемую буферную зону на расстоянии 300 км от наших границ. Что будет достаточно значительным успехом. Ну, а что касается Каспия, да, мы туда не можем дотянуться, но, скажем так, эффективность использования этих объектов, она является достаточно ограниченной, потому что расстояние, то есть пуск такой ракеты засекается, наши системы противовоздушной обороны научились более-менее эффективно с этим работать. И я скажу так, что уровень эффективности украинских ПВО вырос в разы, и он уже даже не приближается к тем стандартам, которые мы рассматривали в свое время при планировании операций. То есть это не 25-30%, которые закладывались, а это более 50% поражения целей. Ну и плюс надо понимать, что Каспия – это только одно из направлений. То есть если мы ликвидируем другие направления, то таким образом объективно мы снижаем вероятность нанесения ударов по нашим объектам где-то примерно в 2-3 раза. И понятно, что война будет продолжаться, удары будут продолжаться, но частота, эффективность и точность попадания значительно снизятся. Еще по поводу одного фланга, северного фланга, которым Российская Федерация сейчас вынуждена, по сути, забыла, когда бежали из Киевской области, когда бежали из-под Черниговой, из Черниговской области, но по-прежнему обстрелы границ с этой стороны продолжаются. Да и авиапространство Беларуси, по сути, в распоряжении полностью Российской Федерации. Сейчас насколько это все же стратегически важное направление для Российской Федерации? И надолго ли Российская армия забыла о севере Украины? Объективно я могу сказать так, что Российская армия достаточно надолгий период времени вынуждена забыть о севере Украины, потому что, ну давайте вспомним, скажем так, даже тепличные времена, когда они создавали там группировку для того, чтобы стянуть силы и средства, им понадобился почти год. То есть мы говорим о периоде с марта 21 до февраля 22 года, когда они стягивали туда войска. Понятно, что в современных условиях на сегодняшний день они просто физически не могут собрать достаточное количество контингентов для того, чтобы создать там какую-то ударную группировку. Но это не означает, что они об этом забыли совсем, это не означает, что они прекратили обстрелы наших приграничных населенных пунктов. И это будет продолжаться, потому что операция по сковыванию, то есть боевые действия или так называемый беспокоящий огонь является объективной реальностью для того, чтобы удерживать наши подразделения, которые бы с нашей точки зрения более эффективно могли бы быть использованы на других направлениях. мы вынуждены держать там, но для того, чтобы хотя бы отражать удары противника и возможные попытки проникновения на нашу территорию. Вот, собственно, и исходя из этой задачи и ведутся так называемые сковывающие действия. То же самое можно сказать о Беларуси, где продолжается серия учений, где продолжается сосредоточение сил и средств противника. Ну, пока идет речь о военно-воздушном компоненте. Сосредоточение наземных группировок противника, я подчеркиваю, именно российских, не наблюдается. Но, тем не менее, никто не отменял действия и диверсионно-разведывательных групп, то есть и попытки проникновения и провокации в воздушном пространстве Украины. То есть ситуация остается напряженной и на том направлении. Опять же, со стратегической точки зрения, мы не рассматриваем пока введение боевых действий на том направлении, как нечто уже абсолютно очевидное. Но, тем не менее, вынуждены и там держать определенные силы и средства, которые, подчеркиваю еще раз, нам очень нужны были бы для проведения освободительных акций на юге и на востоке Украины. За последнюю неделю Россия увеличила, значительно увеличила число ракетных ударов по украинским объектам гражданской инфраструктуры. Сообщают об этом и в Министерстве обороны Великобритании. Говорят о том, что российская армия обстреливает электросети и плотину на реке Ингулец в Кривом Роге. И ведомости объясняют, с чем это связано. Давайте услышим их комментарии. Столкнувшись с неудачами на фронте, Россия, вероятно, расширила число мест, по которым она готова нанести удары, пытаясь напрямую подорвать моральный дух украинского народа и правительства. Из сообщения Министерства обороны Великобритании в Твиттер. После контрнаступления украинских войск в Харьковской области это что от российской армии? Это хоть какой-то шанс проявить себя и показать себя, донести, не знаю, какой-то результат руководству? И чего ожидать в дальнейшем? Потому что, по сути, реакции так мы и не увидели до сих пор. Не от руководства российской армии, реагирования какого-то мы не увидели. От Путина мы не увидели реагирования по поводу украинского контрнаступления. Чего ждать? Какой реакции дальше? Ну, реакции мы не будем никакой ждать, потому что российская армия, как инструмент российского политического режима, она действует как элемент террора. То есть мы прекрасно понимаем, и мы об этом говорили уже неоднократно, что противник с приближением зимы, с приближением холодов будет усиливать удары, интенсивность этих ударов именно по объектам гражданской инфраструктуры. И мы видели уже серьезный удар по Харьковской ТЭЦ, мы видим наносение ударов по другим объектам, и мы должны понимать, что, в общем-то, противник будет продолжать это делать, надеясь таким образом сломить именно дух украинского народа и принудить, вероятно, как они думают, каким-то другим действием. То есть это именно, подчеркиваю еще раз, элемент террора против государства Украины, против украинского народа, и, в принципе, он не имеет ничего общего с объективной необходимостью ведения боевых действий и проведения боевых операций. Но планы в Российской Федерации по захвату сохраняются все равно. По крайней мере, так считают, в секретном СМИ распространили заявление из-за секретного отчета разведуправления НАТО о том, что успехи Украины, украинской армии недавние, на поле боя, они никоим образом не изменяют планы Российской Федерации. Ну, там, Кремля, я так понимаю, это в основном, что план по захвату Украины все равно работает. Ну, мы не будем говорить о том, что это глупость, да, просто потому что, ну, это банально, назвать это глупостью. Наверное, это и так всем понятно. Буквально недавно Михаил Подоляк, советник главы Офиса президента Украины, он говорил о двух городах, которые, в принципе, могут повлиять не только на сам ход войны, но и на непосредственно Кремль. Это Донецк и Луганск. Это главные города двух областей, которые были захвачены еще в 2014 году. Есть у нас информация, да, вот сейчас отдам информацию для наших зрителей, деоккупация Луганска и Донецка запустит необратимые процессы в самой России, Михаил Подоляк. Вот именно вот так вот заявил в эфире Freedom. По его словам, именно эти украинские города являются символами того, что Российская Федерация с помощью анклавов якобы может захватывать независимое государство. И сказал Подоляк, что после деоккупации Луганска и Донецка в России начнутся конфликты, которые приведут к переделу власти в стране. Давайте сейчас господина Подоляка также можем услышать и вернемся к обсуждению. У них, по сути, начнутся бунты, которые или внутренние конфликты внутриэлитные, которые приведут к перераспределению власти. И появятся другие лица, которые будут принимать фундаментальные решения. И, соответственно, нам абсолютно безразлично, как они будут трактовать то, что происходит в Украине. Они это будут трактовать именно как поражение. И для нас крайне важно, чтобы они это трактовали как стратегическое поражение, потому что в случае вот такой трактовки, они навсегда, у них будет комплекс боязни слова «Украина». Они будут с пиететом и с придыханием произносить «Украина». Один из аспектов. Очень близко к фронту, кроме Донецка, например, потому что Донецк же очень близко к фронту находится. Еще Горловка, еще один большой город Донецкой области. По моей информации, в Донецке сейчас ставят блокпосты уже, под Донецком в том числе. В Луганске усиливается, как это правильно сказать, от слежения за всеми людьми, которые проходят по улице. Там местная, так называемая, народная милиция устраивает проверки абсолютно каждому. Ну, в большинстве своем, понятное дело. В Алчевске ситуация ухудшается. Складывается впечатление, что города, которые были захвачены 8 лет тому назад Российской Федерации, они реально готовятся к бою. Но если Алчевск-Луганск это тыл, то Донецк, он ближе к фронту. Освобождение Донецка, как таковое, насколько это вероятно вообще сейчас, исходя из сил и средств, которые есть у вооруженных сил Украины? Возможно, циничный вопрос, но тем не менее, насколько приоритетно именно это направление сейчас для вооруженных сил Украины? Знаете, скажу так, с военной точки зрения, если мы посмотрим не на военную карту, а на географическую карту, мы увидим одну очень большую сложность, которая является как бы объективной реальностью. Это все населенные пункты, которые вы перечислили, ну, в частности, Донецк, Горловка, другие населенные пункты, они находятся, по сути своей являются одним большим городом. То есть это высокоурбанистическая территория. Я неоднократно говорил, что самый неприятный вид боевых действий – это ведение боевых действий в городе. И чрезвычайно затратный, и чрезвычайно напряженный вид боевых действий. Поэтому, если можно этого избежать, любая армия старается этого избежать. Скажу больше, с окончания Второй мировой войны еще ни один город-миллионник не был взят с военной силой. И Харьков тому пример. Такая же ситуация примерно в Донецке. Вот, собственно, это ответ на то, насколько быстро и эффективно мы можем его взять. Это тяжелые напряженные бои, и мы пока себе не можем позволить такую роскошь, бросать наше подразделение в это горнило очень малоэффективных боевых действий. Ну и в связи с этим, в общем-то, и Донецк, и Луганск на сегодняшний день, именно, подчеркиваю, на сегодняшний день, в той конфигурации линии фронта, которую мы имеем, пока не являются приоритетом для украинских вооруженных сил. Для нас гораздо важнее закончить, как минимум, освобождение Харьковщины, закрепиться на левом берегу Оскола и продвигаться дальше в Луганскую область, как минимум, выйти на линию Троицки-Сватова для того, чтобы перерезать линии коммуникации, которые идут по тому направлению вниз до Северодонецка или Сечанска. Это, как бы, приоритет именно северо-восточного направления для нас, и ни в коем случае мы не забываем про исключительную важность именно южного направления. Я бы так сказал, что любой успех Украины на юге, я говорю про херсонское направление, про запорожское направление, нанесет просто колоссальный удар по сакральному месту и президента Путина, и многих россиян, которые его поддержат, именно по Крыму. То есть это вообще разрушит миф о непотопляемом авианосце. И я скажу так, что те внутриполитические процессы, которые описал Михаил Подоляк относительно освобождения Луганской и Донецка, могут быть запущены гораздо раньше, и эти политические процессы могут стартовать в случае выхода, как минимум, выхода украинских войск на побережье, я подчеркиваю, Азовского моря, что рассматривается, в общем, как достойная перспектива и вполне осязаемые планы. Поэтому пусть орки по Луганску и Донецку бегают, пусть боятся, это законно, это правильно, но как бы пока приоритеты наши ограничиваются и нашими возможностями, и необходимостью решить первостепенные вопросы на других направлениях. Для Российской Федерации, для Российской Армии, один из выходов прекращения поставок вооружения Украины, что на самом деле реально меняет ситуацию на фронте, попытка, скажем так, изменить для себя ситуацию на фронте, это удары по западу Украины, железнодорожные станции, покрытия, пути, это, вы улыбаетесь, просто именно такие месседжи разносятся в пропагандистских телеграм-каналах и так далее, там подобное, после ситуации на Харьковском направлении, что удары по западу Украины, прекращение поставок газа в Европу, в том числе объявления войны, частичной мобилизации в Российской Федерации, ну то есть вот такие истерики, я не побоюсь именно этого слова так охарактеризовать вышеупомянутых блогеров, прости господи. Вот именно так они говорят, что нужно сосредотачиваться на юге Украины, и один из аспектов это удары по западу как раз Украины, что надо прекратить поставки. Я не буду спрашивать, давайте так, а будут ли удары по западу Украины, потому что это глупо на самом деле, но если просто возможность бить, и как это повлияет на поставки? Ну давайте скажем так, возможность, да, существует, никто не отменял нанесение ударов по статическим объектам инфраструктуры, и мы видели даже нанесение ударов, если мне память не изменяет, по подстанции аж в Воловце, то есть в Закарпатской области, которая вообще не наносилась. То есть, да, безусловно, такое может быть, но понимаете, вот что меня удивляет, уже прошло больше полугода, а россияне никак не могут понять, что мы не обеспечиваем основную потребность наших войск, используя железнодорожные направления. Потому что, как бы это удивительно не звучало, но железнодорожные направления, да, они выполняют очень важную роль именно в доставке, как ни странно, постсоветского вооружения и боевой техники, что не является на сегодняшний день большим приоритетом. Основная масса западной помощи поступает именно по автомобильным дорогам, причем по такой разветвленной сети, которую имеет именно и Запад Украины, и Центр Украины, уничтожить которую просто не представляется возможным. И вы знаете, есть еще такое понятие относительность затратности и эффективности. То есть, бить калибром по какому-то автомобильному мостовому переходу, ну, просто невыгодно, и простите, на каждый мостовой такой переход или на какое-то другое искусственное сооружение просто физически не хватит никаких ракет. Поэтому все эти истерики по поводу того, что таким образом они могут перекрыть каналы поставки, выглядят ну просто глупо. И для меня, как человека военного, удивительно, что военные в Российской Федерации не могут одернуть этих блогеров, но объясните вам абсолютно тривиальные вещи, что это невозможно. Просто, вероятно, они не понимают того, что войну выигрывает экономика, а противостоять всевокупному ВВП, который составляет, если я не ошибаюсь, 47% в стране, которая дает в мировой ВВП примерно 1,7% невозможно. Поэтому все эти позывы или призывы, они остаются по сути своей только истеричными заявлениями, которые не имеют под собой никакого реального эффекта. То есть да, безусловно, удары могут наноситься, и мы это не отрицаем. Были удары и по Северу, и по Сарнам, и по Львову, и по другим локациям. Но эффективность их близка к нулю. Сергей, спасибо вам огромное. Всегда вас рады видеть в нашем эфире. Я напомню, Сергей Грабский, военный эксперт, был с нами на связи, добавлю, да, по картонным Беллихаймерсам, по-моему, да, российские войска, или по деревянным. Ну вот это единственное, что хорошо, эффективно получается высокоточно у российских. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова